Так, ну, давайте начнем. Значит, у нас сегодня снова такая некая сборная солянка. Но, правда, театр не одного актера, Лиша Барташ и наш коллега из Яндекса и Сёч Акин Котельников, которые нам вдвоем расскажут в общей сложности четыре доклада. Три доклада Лиша будет в узелной модели, и один доклад от Акима, но зато доклад от Акима по их собственной работе. Аким, скажите, она принята куда-то уже была? Нет, мы на Силар отправили, а припринтный архив положили. Хорошо. На любом случае это по вашей работе, а Гриша расскажет пока про работы чужие. Мы надеемся, что в скором времени нам тоже удастся порадовать общественность и какими-то нашими результатами по дипозионным моделям. Гриша, начинайте. Мы вроде договорились, что я первый начну. А, извините, если вы договорились, что я первый, Аким вы начинайте. Да. Значит, так, меня нормально слышно? Презентацию видно, да? Да. Отлично. Значит, я расскажу про нашу работу, где мы применили диффузионные модели с табличным данным. Это довольно такая в большей степени архитектура экспериментальная работа и в меньшей степени работа, связанная с непосредственным устройством, в смысле математика диффузионных моделей. Вот, но, в общем, вот так, как есть. Давайте сначала расскажу вообще нам, зачем нужно генерировать табличные данные. В общем, идеальные варианты – это мы хотим использовать эти табличные, ну, синтетические табличные данные в дополнении к реальным данным. И, ну, типа, как у аугментации картинок, там есть успехи у диффузионных картинок, где они используются как аугментации, вот тут что подобное. Вот, но, спойлер, как бы это не работает, и все на это забивают. Поэтому второй сетап – это приватность данных. То есть, когда, например, мы какая-нибудь клиника, которая хотим выложить данные на Kaggle пациентов, и нам обучат модельки на этих данных, и мы там как-то их будем использовать. Но мы не можем выкладывать эти данные, поскольку они приватные. Поэтому мы обучим модель, которая нам генерит синтетические данные, которые как бы будут так же хороши, как реальные, но будут отличаться от реальных. Вот, значит, теперь как вообще вот это вот так же хороши, как нам это проверить. То есть, в Computer Vision у нас есть там FIT, Inception Score и так далее. Ну, в крайнем случае у нас их Human Evaluation, когда мы можем посмотреть и сами сказать, насколько хорошая картинка. Вот в табличных данных такого нет, там нет бенчмарков никаких, там очень много датасетов. И в целом, ну, типа, человек не может посмотреть на табличку, искать, насколько она хороша. Поэтому есть такая штука, как Machine Learning Utility. Значит, если вкратце, то у нас есть какая-нибудь модель, как от Boost. Вот мы ее можем обучить на реальных данных и затестить на реальных данных, а можем обучить на синтетических данных и затестить на реальных данных. И мы хотим, чтобы вот Score на тестовых данных был так же хорош, как если бы, ну, как если бы мы обучались на реальных данных. Тут вот картинка, ну, как мы делаем, то есть мы делаем так, мы берем train, тюним CutBoost, и потом затюненным CutBoostом на валидационных данных тестируем наши сгенерированные данные. Ну, и хотим, чтобы CutBoost выдал как можно выше скор по сравнению, ну, короче, как можно ближе к реальным данным, а в идеале вообще превзойти F1 там или Ecurus, или R2, все что угодно. Вот. Это что касается, как бы, зачем это все нужно, как это эвалить и так далее. То есть мне кажется, это важно с этого начать, чтобы понять в целом область, что тут вот так это устроено. Теперь перейдем непосредственно к DTPM. Значит, у нас вообще совсем ничего сложного нет. То есть табличные данные состоят из numerical фичей и из категориальных фичей. Вот. Мы просто берем гауссовскую диффузию обычную вообще, там подробности будут, ну, как бы, какие-то гиперпараметры чуть будут позже, для численных фичей и мультиномиальную диффузию для категориальных. И, соответственно, гауссовская диффузия, ее там можно обучать на ELBO, а можно обучать на, ну, с помощью КЛ-дивергенции, а можно обучать его с помощью MS-ELOS. Мы в наших экспериментах увидели, что MS-ELOS лучше, поэтому используем его. Мультиномиальную диффузию можно только обучать с помощью ELBO, поэтому там особо вариантов нет. И, соответственно, для классификации, для классификационных датасетов мы кондишенимся на таргет, а для регрессионных датасетов мы просто смотрим на таргет, как на еще одну numerical фичу и просто не кондишенимся. Сейчас, Аким, все-таки мультиномиальная диффузия для категориальных признаков. Можете чуть конкретнее пояснить? То есть как мы кодируем, значит, one-hot encoding, и потом распределение следующей плюс-слой предыдущего, это какое? Да, давайте я расскажу. Если это что-то неизвестное, я на всякий случай ставил, значит, вот ребята там в 21-м году предложили мультиномиальную диффузию в простом очень варианте, где у нас есть one-hot encoded версия категориальной признака, где k – это количество категорий. Ну и тут все описывается категориальными распределениями, то есть тут скорее сложно просто объяснить. Ну, короче, смысл в том, что шумом выступает вот это вот beta t делить на k, то есть это равномерное распределение поверх k категорий, и, соответственно, вместо нормального шума у нас вот категориальный равномерный шум на k категориях. И, соответственно, каждый сэмпл на каждом шаге диффузии – это one-hot сэмпл, а обучается она, ну, тут можно вот выпишет posterior, да, а обучается она просто предсказывая x0, то есть, ну, короче, предсказывая x0 и подставляя в posterior. Вот. То есть если нужны какие-то подробности, наверное, можно в вопросах задать, но, мне кажется, в общих чертах должно быть понятно. Ну, и важно отметить, что, да, у нас вот в численных, в гауссовской диффузии у нас все можно красиво записать через нормальное распределение, и там как бы можно использовать типа одну диффузию для всех численных фичей, а тут нам придется для каждой категориальной фичи использовать свою мультиномиальную диффузию, то есть свой форвард-процесс, ну, то есть формально в нормальной диффузии там тоже свой форвард-процесс, но просто он задан тем, что у нас матрица корреляции диагональная, и все, да, а тут нам приходится вот это, ну, векторизованно так не получается делать, и надо аккуратненько для каждой категориальной фичи по отдельности прямой процесс делать. Сейчас, Аким, а вот если мы вместе смешиваем категориальные и непрерывные признаки, нам же, наверное, нужно как-то, ну, типа одинаковую дисперсию добавлять в прямом процессе, хотя у нас разные распределения, то есть как-то отшкалировать надо? Ну, тут вот если, ну, как сказать, если что касается вот расписания шума бета-т, то оно как бы просто фиксировано и общее для всех, что касается лосса, тут скорее я бы, ну, короче, вот я согласен с тем, что лосс надо как-то шкалировать, да, то есть потому что, ну, потому что надо, потому что это разные порядки, у нас в Гауссовской это МСЕ, в мультинамиальных это, ну, кальдивергенция. Мы как бы просто складываем, суммируем и еще делим мультинамиальную диффузию, ну, вот сумму по лоссам кальдивергенции на количество категориальных фичей, то есть там как-то так получается, что это примерно один порядок и в целом работает нормально. Вот, так что я надеюсь, я ответил на вопрос. Что вы называете МСЕ лоссом в Гауссовской диффузии? Еще раз, да? Это не МСЕ лосс? Калле, что еще раз, я просто плохо слышно. Я говорю, что вы называете МСЕ лоссом? А, МСЕ лоссом, ну, то, что у нас Гауссовская диффузия предсказывает шум, Эпсилон, и мы обучаемся на вот этот МСЕ лосс между Эпсилонами. Ну, а кальдивергенция там разве не то же самое? Не МСЕ у вас возникает? Ну, по сути, то же самое, но с точностью до какого-то множителя, который откидывается, который зависит от дисперсии. Вы просто имеете в виду, что вы обучаете там L-simple, то, что называют в литературе? Да, да, конечно, да, L-simple. Это у вас работает лучше, чем если вы, честно, кальдивы учат. Да. Окей, спасибо. Вот. Значит, это про то, как мы выбираем гиперпараметры нашей DDPM. То есть это скорее такой технический момент, но мы используем, ну, то есть мы используем там библиотеку опциона, чтобы подбирать гиперпараметры. И это скорее просто, как бы, чтобы понять, какой порядок модели, размеры модели, ну, вот, что мы используем косинусное расписание, которое там было предложено год назад, что мы используем, ну, то есть моделька не очень большая, там 8 слоев, чаще, даже меньше. И что мы еще подбираем, сколько сэмплов у нас будет генерить наша модель по сравнению с размером трейна. То есть вот этот параметр proportion of samples – это сколько сэмплов мы сгенерируем в пропорции к размеру трейна. Вот. Ну и, соответственно, один шаг оптимы – это вот этот вот score ML utility, который я рассказывал два слайда назад на каком-то валидационном датасете, ну, сабсете. Вот. Так. Значит, я не знаю, сколько времени хватит. Это просто сравнение с каким-то… Сейчас, Аким, вопрос. Вот у вас там этих моментов времени, вон, аж до тысячи. Да. А почему так много? То есть вроде бы, чтобы разрушить, ну, обычное признаковое пространство, не надо так прям по чуть-чуть сшимлять. Это же не как-то… Ну, тут скорее вот мы поэтому перебираем 100 и 1000, и оно… Вообще это не очень важный гиперпараметр, то есть 100 в целом и хватает. Но тысячи не делает хуже. Ну, то есть, наверное… То есть сэмплинг в диффузионной модели антаболических данных не является каким-то проблемным местом по сравнению с картинками, где это занимает много часов. То есть тут мы можем позволить себе любое там Т, ну, количество шагов. Если можем позволить, то можем и не думать, да? Типа возьмем как бы столько и сколько и не надо, да? Ну, да, ну, в защиту могу сказать, что если мы верим вот этому байсовской оптимизации с помощью библиотечки, то 1000 шагов выбирается чаще, чем 100. Ну, то есть, видимо, какое-то различие есть, хотя я бы не сказал, что оно сильно значимо. Так, значит, это просто какой-то визуализации индивидуальных признаков, которые генерируют вариационный автоэнквадр, сетап ган и, а, сетап ган плюс и наша модель. Ну, то есть это даже на самом деле не очень черепик. Это действительно так, что DTPM реально хорошо справляется с генерацией признаков по сравнению с предыдущими методами. То есть, он, короче, можно посмотреть и убедиться в этом. Не уверен, насколько это интересно. Вот, значит, это такая большая табличка, которая должна нам сказать вот что. Что если мы возьмем метод smote, напомню, что smote – это изначально метод для абсэмплинга, который помогает справиться с дисбалансом в задачах классификации. Но мы его тут используем просто для того, чтобы как линейная интерполяция внутри классов. И, соответственно, таким образом мы генерируем синтетику. То есть синтетика – это берем два сэмпла из одного класса, линейно интерполируем, берем новый сэмпл, запихиваем его и считаем, что это синтетика. Вот. Что тут важно понять? Что, как бы, в общем, DTPM работает лучше, чем ганны и вае. Это, если что, вот, да, Machine Learning Utility на капусте. DTPM работает лучше, чем ганны и вае, но вот smote, который является таким простым методом, тоже генерирует очень, как бы, хорошую синтетику с точки зрения моделей. Ну, моделей как буст. Вот. Ну, через пару слайдов я расскажу, чем smote может быть плохо. Но из этого слайда это все. Ну, и важно отметить, что, как бы, на реальных данных все еще, на реальном трейн-сете, все еще, если обучаться на реальном трейн-сете, то ML Utility все еще выше, и, как бы, синтетика в этом смысле проигрывает. Ну, как бы, наверное, это ожидаемо. А сколько у вас было объектов в синтетической обучающей выборке относительно размера обычной обучающей выборки? Столько же? Нет, тут это тот самый параметр, который тюнется, то есть зависит от того, ну, зависит от того, сколько мы, какой параметр подобрался. То есть там одна четверть, одна вторая, один, два, четыре, восемь, ну, то есть x, я имею в виду, x. То есть бывает по-разному. Да, бывает по-разному, бывает больше. Вполне хороший вопрос, наверное, можно задать. Не из-за того, что ли это, что у нас просто больше данных. Нет, не из-за этого. Понял, почему. Что? Я говорю, понял, спасибо. Ага, хорошо. Вот. Тут вторая такая табличка. Это скорее про область в целом. Раньше этот скор... Ну, вот мы используем CatBoost-модель для того, чтобы померить это ML Utility. Раньше все делали как? Они брали какие-то простые модельки, типа решающее дерево, логистическая регрессия, Random Forest, ну, Random Forest даже иногда не брали. Ну, какие-то вот такие модельки, просто из скалерно, с дефолтными гиперапараметрами. И валили так же, и усредняли этот скорбь по пяти моделям. То есть вот такой был раньше протокол. То есть берем простые модели и делаем все то же самое. И усредняем. Мы показываем, что это плохой подход, потому что с этим подходом очень сильно скачет качество, очень непонятные результаты. И во многих случаях у нас результаты на синтетике превосходят результаты на реальных данных. Во многих случаях там ганы становятся лучше, чем DDPM. Ну, в общем, очень разные результаты, очень непонятные. И это, короче, может мешать интерпретации результатов. Мы считаем, что это плохой подход. Правильно брать сильные модели, то есть там CatBoost или какой-нибудь хороший MLP, а не вот простые модели. Теперь перейдем к приватности. Это то, вот я говорил про смол, который показывает очень хорошее качество. Тут почему, я сейчас расскажу, почему смол плохо. То есть вообще нам хочется, чтобы, поскольку у нас важна приватность данных, то нам хочется, чтобы наши данные различались как-то по сравнению с реальными. Как это мерить, довольно непонятно. И, ну, как бы мало метрик, которые как-то хорошо показывают приватность данных синтетических. Но вот есть одна метрика, которая в целом нас устраивает. Это distance to closest record. То есть это мы берем синтетические данные, берем реальные данные. Для каждого синтетического сэмпла мы ищем ближайший реальный сэмпл и записываем это расстояние. И дальше вот эти все ближайшие расстояния для каждого синтетического сэмпла мы берем медиану этих расстояний. Соответственно, мы хотим, чтобы это расстояние как можно было больше, дольше, больше. Это будет означать, что мы сгенерировали что-то отличное от реальных данных. И это как бы такой вот privacy. Это не наша метрика, она была использована в предыдущих работах. Тут можно увидеть, что smote проигрывает по такой метрике. В целом это логично, потому что smote буквально завязан на метрическом пространстве и он как бы буквально генерирует что-то между двумя сэмплами. Но все равно мы считаем, что эта метрика наиболее подходящая. И тут вот в табличке видно, что жирненьким на всех датасетах DDPM генерирует что-то более приватное. Наверху это гистограммы вот этих расстояний. Как бы видно, что синенькие гистограммы DDPM они правее, чем оранжевенькие. То есть оранжевый ближе к нулю, синий и дальше от нуля. И как бы то, что тоже говорит о приватности, что говорит о том, что DPM умеет сэмплировать что-то более далекое от трейна, при этом имея вполне себе хороший ML-ютility-код. В целом это все. Если у вас есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Аким, большое спасибо. Вам очень интересно, особенно с действительно идеей с приватностью. В принципе, витало воздух, конечно. Но круто. Было бы еще интересно проверить, не поможет ли такой подход, ну, как бы агментировать обучающий угол. То есть если вы будете смешивать реальные данные и вот такие сгенерировали, может, качество подрастет немножко? Да, хороший вопрос. Я этим занимался примерно все время, потому что это была идеальная цель, ну, то есть это идеальная цель, которая скажет нам о том, что синтетика полезна. Но нет, это не работает. Как бы мы ни пробовали, какие бы мы вообще, ну, мы очень много чего попробовали, и ничто нам не помогло аугментировать реальные данные. То есть это, типа, бесплатный сыр, только пошиловки, да? Да. Чего из него не бывает. То есть мы не можем дополнительную информацию получить, только глядя на обучающий угол. Проще сам классификатор обучить тогда, а не обучать генеративные данные. Я могу сказать, что это помогает, ну, вот такой способ помогает, если мы хотим пофиксить дисбаланс какой-нибудь классификации. Но проблема в том, что и простые методы тоже нормально работают в фиксе дисбаланса. То есть тот же смоут будет работать не хуже, если мы докинем суплов из минорного класса. Ну, короче, не работает. Но вот такой сетап тоже был. Понял. Спасибо. Гриш, теперь ваша очередь. Гриш, у вас микрофон ведь мы выключим. Мы вас не слышим. А так? Так, слышно. Так, хорошо. Еще раз я просто спросить хотел. Пробовали ли вы там делать условную генерацию и оценивать плотность с помощью вот этого модельки, которую вы обучили? Да, мы пробовали оценивать плотность. Это довольно бесполезно вышло. То есть, ну, то есть, короче, чиселка, отвечающая за плотность, ничего нам не дало. То есть мы пытались как-то оставлять хорошие сэмплы, смотря на p от x, да, в общем, с какой вероятностью сэмпл пришел к нам. Нет, короче, ничего это не работает. И как-то мы забросили это дело пока. Окей, а с условными генерациями? С условными генерациями ты имеешь в виду просто кондишеницы на таргет? Ну да, ну вот ты говорил там про то, что там пофиксить дисбаланс. Да, ну, то есть в классификации мы и так обуславливаемся на таргет. То есть мы просто обучаем модельку, по сути, ну, короче, при условии y, да. В регрессии это тоже можно там сделать как-нибудь бейнаризовав таргет, но мы пока оставили просто joint модель, то есть совместную модель. То есть мы генерируем y вместе с x. Ну, то есть y, короче, рассматривается просто как еще одна численная фича. Да, понятно. Окей, хорошо. Ладно, спасибо. Так, давайте расширим. Окей. Да, хорошо. Надеюсь, меня слышно, видно сейчас нормально. Всем добрый день еще раз. Меня зовут Григорий Барташ. Да, я расскажу про три статьи, очень близкие друг к другу, поэтому, ну, в общем, я не буду сильно там фокусироваться как-то на отдельных статьях. Я просто хочу рассказать про общую идею. Это работы посвящены blurring-диффузиям. В прошлый раз вот Никита рассказывал про cold diffusion работа. Там предлагали построить процесс детерминированной разрушения информации, ну, детерминированной без использования шума. Вот. Там предлагали размывать картинки, предлагали как-то downsamplить их, предлагали там обрезать. разные вещи там с ними делали. Вот. И это, ну, такой интересный пример альтернативный стандартному подходу диффузных моделей, когда мы просто добавляем шум постепенно, впрыкиваем все больше и больше шума в данные, пока не останется один шум. Вот. И я хочу сначала упомянуть здесь первую работу, по крайней мере, которую я знаю, которая появилась в открытом доступе и где авторы предложили как раз сделать вместо обычной диффузии вот размытие картинок. Вот. И потом расскажу про методы, как люди пытались улучшать такие подходы, потому что они как раз вот не очень хорошо работают, не очень хорошо работают модельки, когда мы вместо диффузии придумываем какой-то другой процесс, потому что там сложно строить модель. В общем, ну, сейчас понятно будет. Окей. Значит, первая работа Inverse Heat Dissipation Models. В этой работе, собственно, авторы сказали, что вот, да, у нас есть обычный наш процесс, где мы видно, где мы впрыскиваем шум в данные, пока там не останется просто один чистый шум. И давайте вот вместо этого мы будем делать blurring, накладывать гауссовский фильтр, сворачивать картинку с гауссовским ядром, и у ядра там все больше и больше дисперсия становится, картинка все сильнее и сильнее блюрится, пока все цвета, цвета всех пикселей на изображении не будут равны друг другу. Вот. То есть в конце мы приходим просто в такой квадратик из одного и того же цвета. Окей. Это модель. Вот так высокоуровневая она описывается. Хорошо. Это понятный процесс разрушения данных, и у нас диффузные модели работают на том, что есть, собственно, прямой процесс, который данные как-то разрушает и приходит в какое-то известное распределение. Стандартное нормальное, дельта-функцию, что-нибудь такое. Вот. Значит, теперь нам нужно как-то построить обратный процесс, который будет генерировать данные. Вот. Для этого нужно вот это все формализовать. Давайте это формализуем. Авторы предлагают формализовывать это следующим образом. то есть обратный процесс у нас, собственно, не будет отличаться от обычного. То есть здесь это такой же марковский процесс, где мы у нас есть там какое-то ну в их нотации здесь U KT и мы переходим там к U K-1 начиная с U K-1. Вот. И так идем-идем назад. Это наш генеративный процесс. А прямой процесс они предлагают сделать не марковским. Вот. То есть если обычно в диффузных моделях у нас есть марковский прямой процесс, то есть вот у нас есть какой-то U KT и мы переходим к U K-1. Вот. И так шаг за шагом генерируем всю цепочку. Вот. То есть здесь авторы говорят, что вот пусть у нас есть U нулевое, то, с чего мы начинаем, и мы умеем только вот этот U нулевое размывать. То есть мы не знаем, как делать последовательные переходы, но мы знаем, как сделать переход из момента времени ноль в производный момент времени K. И чтобы траектории у них получались не совсем детерминированные, потому что нам нужно как-то все-таки перемешать немножко данные между собой, чтобы обратный процесс как-то начинал где-то, но потом траектории расходились. вот они впрыскивают немножко шума. То есть получается, что прямой процесс, он вот не марковский, а такой из U0 генерируется все на свете, все остальные состояния, вот просто через размытие, и еще немножко впрыскивается шум, независимо. То есть вот эта сигма, она одна для всех. то есть мы взяли картинку, размыли ее с разной степенью размытости, вот, и потом впрыснули шумы, независимо. И тут есть такая визуализация по этому поводу, что прямой процесс, вот, он может начинать в разных точках U0, у него есть какая-то детерминированная траектория прямая в пространстве данных, времени и данных, по которой мы как бы размываем картинки. Вот, и дополнительно мы немножко раздуваем эти траектории. А зачем мы их раздуваем? Мы их раздуваем для того, чтобы они начали склеиваться не вот в самом конце, а чуть-чуть пораньше. Вот, да, и тогда обратный процесс, который здесь запускается, он в какой-то момент будет выбирать в какую ветку идти. То есть, здесь простая картинка, но понятно, что с реальными данными у нас будет гораздо больше моментов, когда модель должна будет сделать выбор, в какую ветку она пойдет. Вот, ну, и здесь иллюстрация тоже ко всему процессу в сравнении с диффузными стандартными моделями, которые марковские модели, у нас там марковская цепочка, прямая и обратная. вот здесь цепочка, ну, прямая, прямая вот эта цепочка, она не марковская, то есть мы из ее нуля вот это все генерируем, обратный процесс уже марковский. Вот. Есть ли тут вопросы какие-то? Да, есть вопрос, вот все-таки вот этот F от T, то, что там на предыдущем было слайде, это что за преобразование такое? Это свертки с гаусскими фильтрами или решение диффура? То есть что это за конкретная вещь? Да, вот это F, T, это вообще это матрица, это матрица, ну, которая размывает картинку. Вот, то есть они здесь пользуются дискретным косинусным преобразованием Фурье, вот, и то есть они мы переходим в домен Фурье образов, там понижаем как бы сигналы у разных частот, у частот высоких мы сильнее понижаем сигналы, у частот пониже мы не так сильно повышаем сигналы и потом возвращаемся обратно. То есть вот так тут они реализовывают это гауссовское размытие, поэтому само размытие оно получается просто линейным оператором. А тогда при обратном процессе, то есть если это какой-то физический процесс, значит мы же можем время обратить и воспользоваться этим генеративным процессом или у них там обычный UNED стоит и все? Смотрите, в целом если бы здесь не было шума, то по идее да, можно было бы пытаться обращать этот процесс но во-первых здесь стоит шум, во-вторых в принципе вот эти пытаться сделать деблюринг все эти попытки они ну это очень нестабильная операция пытаться сделать деблюринг потому что когда мы делаем деблюринг мы наоборот усиливаем частоты и высокие частоты если у нас там было совсем-совсем немного шума поскольку они очень ну они значительно усилятся вот мы получим какой-нибудь очень плохой сигнал вот потому что там эти низкие высокие частоты они все забьют вот поэтому поэтому просто так ну втупует тут не получается обратить этот процесс вот нужно что-то придумывать хорошо так это про процесс да теперь собственно как это обучать как нам строить этот обратный процесс значит обратный процесс у нас ну давайте посмотрим на вот ELBA которая у нас для DDPM и для IHDM получается значит для DDPM у нас вот ELBA написан сверху то есть у нас здесь есть то что называется reconstruction loss у нас есть prior loss reconstruction loss это вот реконструкция последнего шага где мы там обычно деквантизацию делаем для случаев с картинками prior loss это насколько хорошо наш прямой процесс попал в prior с которого будет начинать обратный процесс ну это это обычно не оптимизируемый параметр не оптимизируемый терм вот и сумма всех этих KL дивергенций где мы делаем переходы назад по времени вот и пытаемся смачить наш обратный процесс то как он делает переходы назад по времени с условными шагами с пастериерами прямого процесса то есть вот у нас есть прямой процесс у него есть пастериер то есть мы можем обусловившись на x x0 построить распределение на x минус 1 ну и мы считаем это как лдивергенция вот это в ddpm в hdm поскольку прямой процесс не марковский вот то и вот этот вот вот эти то и в elba тоже будет не пастериер а будет просто вот будет просто вот такое распределение от прямого процесса вот и все остальное то же самое то есть можно тут видеть что здесь получается одно и то же вот единственное отличие в том что посередине в кайлдивергенции мы не обуславливаемся на юкате то есть тут мы обуславливались как бы на шаг больше на единицу по времени а здесь нет вот собственно вся разница ну и такую штуку они оптимизируют и технически они там предсказывают как раз среднее вот для этого распределения ну потому что дисперсию мы знаем для него вот это такой такой подход вот так они предложили делать и в общем это у них работало и ценность собственно статьи была не в том что они показали что это хорошо работает потому что это ну работало не очень хорошо скорее ценность была в том что они просто показали что вот есть альтернативный подход и не обязательно использовать гауссовский шум есть альтернатива вот дальше этот подход пытались ну люди посмотрели на него и попытались улучшить вот значит что было сделано давайте сейчас я сначала расскажу про немножко другие обозначения формулировку в обычных диффузных моделях которая была предложена в racial diffusion models и потом покажу как ее применили вот для модели размытия значит смотрите в обычных диффузных моделях у нас есть какой-то x с которого начинаем и есть вот эти вот латентные какие-то переменные zt которые кодируют нам какой-то зашумленный вот этот x вот и мы знаем вот эти маргинальные распределения zt при условии x вот мы знаем среднее мы знаем дисперсию окей поскольку это очень простое преобразование здесь несложно найти zt при условии zs это нормальное распределение с коэффициентом альфа t при условии s который просто равен альфа t на альфа s и сигмой t при условии s которое вот равно такому выражению можно аккуратно подставить и проверить что да действительно все так получается вот хорошо поскольку у нас вот здесь нормальное распределение здесь тоже нормальное распределение то мы можем выписать posterior который тоже будет нормальным распределением zs при условии zt мы выписываем этот posterior это все то же самое что было в диффузных моделях в ddpm в смысле только тут просто более удобные обозначения которыми удобнее пользоваться потому что мы просто вводим маргинальное распределение какое мы хотим и дальше выводим все остальное вот для такого маргинального распределения это просто чуть удобнее хорошо тогда для Pasterian значит у нас получаются какие-то тоже mu и sigma какие-то выражения окей неважно вот и дальше мы через этот Pasterer параметризуем наш обратный процесс то есть говорим что вот наш PZT при условии ZT это на самом деле QZT при условии ZT а X который у нас был в самом начале мы пытаемся предсказать пытаемся предсказать используя ZT вот вот такой подход окей давайте попробуем теперь это вот в этих терминах записать IHDM да и собственно это было сделано в работе Blurring Diffusion Models окей значит что они говорят они говорят что смотрите мы знаем маргинальное распределение мы знаем ZT при условии X что мы хотим от этой модели окей это какое-то AT на X и плюс дополнительно шум шум от T не зависит шум всегда впрыскивается немножко одинаковый немножко одинаковый шум по амплитуде для всех точек траектории впрыскивается окей ну собственно давайте попробуем вот в прошлый раз мы говорили что у нас не марковская цепочка и там приходилось как-то ELBA обновлять приходилось что-то придумывать с тем чтобы процемплировать это назад во времени то есть запустить генеративный процесс здесь мы попробуем просто добиться вот такого маргинального распределения от марковского процесса вот тогда если у нас будет марковский процесс мы сможем просто применить всю ту теорию что у нас была в DDPM и получить генеративный процесс не изобретая ничего лишнего то есть все что нам нужно получить вот такой вот вот такой вот такие маргинальные распределения от марковского процесса окей значит что такое матрица вот эта матрица с заблюриванием это ее можно представить вот в таком вот виде V на DT на V транспонированное где V это как раз таки базис фурьи образов вот а DT это диагональная матрица вот которая отвечает за то насколько сильно мы хотим заглушить частоты ну в зависимости от этой частоты вот ну это там экспоненты от минус какой-то вот опять же матрица лямбда на на момент времени тут можно было бы просто поставить T но просто в blurring диффузии авторы дополнительно ввели вот расписание окей значит хорошо это наше маргинальное распределение тогда идея поскольку у нас вот эта вот матрица AT она записывается вот в таком удобном виде давайте просто попробуем перейти в этот Fourier basis и посмотреть что у нас за процесс получится там что за маргинальное распределение получится там и потом попробовать построить марковский процесс хорошо тогда переходим в этот Fourier basis мы тогда это будем теперь обозначать не X а U это U нулевое тогда UT при условии U нулевое это все еще маргинальное распределение но уже в Fourier базиса это UT на DT U нулевое это DT и здесь теперь это вот та же самая штука та же самая штука что у нас была до этого но теперь это просто вектор и у нас здесь поэлементное перемножение стоит с U нулевым на sigma в квадрате на единичную матрицу значит почему и здесь и здесь sigma в квадрате несмотря на то что мы вроде бы как перешли в Fourier образы это связано как раз с тем что Fourier базис он такое вот у него свойство есть что шум в исходном базисе это тот же шум в Fourier базисе то есть вот если у нас есть нормальное распределение и мы его переводим в Fourier базис оно там тоже нормальное распределение поэтому тут нам ничего делать не нужно дополнительно очень удобно окей значит получается что все что поменялось в Fourier базисе по сравнению с обычным ddpm это то что у нас теперь операции стали поэлементными то есть раньше мы просто там на константу весь наш вектор иксов домножали теперь у нас поэлементное домножение но поскольку оно поэлементное то есть мы также можем рассматривать это как одномерный процесс никаких сложностей здесь не возникает а значит мы можем применить всю ту же самую теорию которая у нас там только что была и найти во-первых распределение для переходов чтобы построить как раз вот этот марковский процесс в пространстве Fourier образов вот у нас здесь также будут вот эти вот альфа t при условии s и сигма t при условии s окей и затем найти пастериеры то есть у нас будут также пастериеры q от us при условии ut и при условии x это то же самое что при условии у нулевого потому что потому что они просто равны вот и у нулевое равно x нет нет это неправда я имел ввиду что у нулевое однозначно вычисляется через x x через у нулевое вот хорошо это значит у нас есть пастерер и теперь мы можем собственно параметризовать вот параметризовать наш обратный процесс p u s при условии ut опять же мы говорим что это просто наш пастерер где мы пытаемся угадать вот этот вот у нулевое ux с крышкой вот вот такая идея визуально иллюстрация ко всему этому что у нас есть какой-то процесс в нашем пространстве пикселей тоже там марковский процесс вот мы из пространства пикселей переходим в пространство фурья образов и там у нас какой-то совсем простой марковский процесс существует окей значит его там просто описывать просто считать там эти распределения плотности Просто сэмплировать. И дальше все, что нам нужно, чтобы получить процесс в пространстве пикселей, нам нужно просто перейти обратно. Перейти обратно из Fourier образов в пикселе с помощью матрицы B, которая у нас есть. Все. Вот. Такой подход. То есть еще раз. Почему это все важно? Потому что если мы просто так придумываем какой-то процесс, разрушающий данные. То есть вот где оно было? Вот это. То есть смотрите, здесь, если мы говорим, что мы вообще все на свете, все латентные представления будем сэмплировать напрямую из U0, из самой первой точки, у нас сильно развязываются руки, и мы можем использовать практически любые распределения, которые захотим. Вот. Но платить за это нужно тем, что у нас в ELBA пропадает вот такой вот супервижн, и вот это распределение U, там K-1 при условии U0, оно гораздо более широкое, чем вот это распределение, когда мы еще и обуславливаемся на ту точку, в которой мы прямо сейчас находимся. Вот. Ну и такое гораздо сложнее обучать, ну и оно там хуже работает. Вот. Генерирует менее качественные там картинки. Вот. А если мы находим такой способ, вот тот процесс разрушения данных, который нам захотелось, сделать его еще и марковским процессом, вот тогда нам не нужно больше ничего изобретать. Вот. Вот. Мы можем просто запустить. Честно, у нас будет прямой марковский процесс, обратный марковский процесс, и обучать это можно как обычно. Вот. Ну и авторы там в экспериментах показывают, что работает это лучше. Вот. Ну и, собственно, все. Вопрос. Да. Все-таки я этот последний тезис возвращал, помню, голословно относительно того, что если обуславливаемся на X, то будет работать хорошо, если на X не обуславливаемся, то будет работать плохо. Мы же пока этого еще не знаем. Мы как раз сейчас ждем результата от Андрея Ахотина. Есть основания полагать, что может не будет хуже работать. Может, не будет хуже работать, да, но все-таки у Андрея Ахотина там не совсем такая модель уже. Хуже. Вот. И что? Она в каком-то смысле хуже, потому что там, в сожалению, не марковское соусо всем. Генерация тоже не марковская. Да, генерация не марковская, но генерация там все равно, она обуславливается больше, чем на только вот текущую точку. Это правда. Вот. Поэтому, да, я просто хочу сказать, что это сложнее обучать, потому что здесь может быть, да, действительно, если там будет сильная модель, если ее хорошо обучать, то оно там может работать лучше, потому что действительно у обратного процесса появляется больше свободы в том, как ему генерировать данные. Его никто не ограничивает. Но с другой стороны, за счет того, что его никто не ограничивает, ему тяжелее учиться. То есть ему самому нужно находить какие-то паттерны и понимать, как вообще действовать. Вот. Ну и вот на данный момент, в том, что опубликовано, мы, там, авторы говорят, что результаты получаются хуже. Вот в таком сеттинге. Угу. Хорошо. Спасибо. Вот. Да. Григорий, уточнение по поводу матрицы В. Там авторы не пробовали комплексный процесс, все-таки комплексный образ Фурьежа, в общем случае, комплексное, там, нормальное распределение. Или сразу брали косинусное, там, дискретное и все. Брали дискретное косинусное, комплексное, не пробовало. А почему? То есть они как-то их мотивировали это или просто взяли? Нет, ну, они говорили, что просто вот этот стандартный способ делать размытие. Ну, не уверены, это не работает. Работать с комплексными чиселами в нейросетки и подавали. Ну, уберите в проект, вот можно попробовать сделать. Окей. Окей, да. Вот. Еще вопросы? Окей. То есть еще раз, значит, в который раз проговорю Тевис, что придумывать прямые процессы, которые разрушают данные, это интересно, да, и там могут получиться какие-то, знаю, хорошие результаты, если мы придумываем прямой процесс, который там лучше подходит для данных. Но нужно что-то придумывать. И вот там в работах, и вот в Cold Diffusion, и вот в IHDM, там люди что-то придумывали, чтобы заставить это потом работать. Но альтернативный способ, вот, но альтернативный способ, это просто честно построить прямой марковский процесс. Вот. И последняя работа, про которую я хотел поговорить, это Soft Diffusion. Забавный факт, она вышла, в тот же день была опубликована, что и Blurring Diffusion Models, про которые я рассказывал только что, вот, и там, и там авторы из Google Research, вот. Но автор Blurring Diffusion сказал мне, что они не взаимодействовали друг с другом, вот. Так что, если им верить, то вот они независимо пришли к очень-очень похожим результатам. Значит, вот работа Soft Diffusion, она тоже о том, что, давай, вот, смотрите, у нас мы можем придумывать всякие сложные прямые процессы. Вот, но непонятно, как их обращать, поэтому давайте придумывать, как их обращать. И вот работа Soft Diffusion, она, конечно, придумывает, как их обращать, но там прям очень странная мотивация и очень странно это все сделано. Вот, поэтому я буду рассказывать не ее, я сделаю немножко своих выкладок, вот, и постараюсь рассказать просто о том, как нам из любого прямого линейного процесса сделать марковский процесс, чтобы его можно было потом обращать. То есть если, спойлер, мы изначально хотим задать процесс какой-то разрушения информации, который выглядит вот так, то есть х нулевое на какую-то матрицу, то есть какое-то линейное преобразование с каким-то шумом. То есть вот если мы хотим прийти вот в такие маргинальные распределения, зависящие от T, то каким таким образом нам построить прямой процесс, чтобы он был марковский, чтобы его потом можно было обращать и не придумывать ничего лишнего про то, как сцемплировать-то все-таки из него. Сейчас постараюсь рассказать. Значит, давайте начнем с простых ODE и SDE и то, какие они имеют решения. Значит, самое простое ODE, которое выглядит вот таким вот образом. DZT равно какой-то RT с чертой на DT. То есть просто какой-то дрифт ODE. Какое оно имеет решение? Оно имеет решение QZT при условии Z нулевое. Это будет просто дельта-функция. То есть мы однозначно, стартуя в какой-то точке, знаем, куда мы придем. Нам нужно просто проинтегрировать правую часть, и все. Мы будем знать наше смещение. Окей, туда и придем. Это вот самое простое ODE. Окей, самое простое SDE. Самое простое SDE, стахастическое дифференциальное уравнение, это random walk. Вот, random walk, он выглядит как? Это просто DZT равно DW. W. WT – это винеровский процесс. Я, наверное, сошлюсь. Ну, и я не буду подробно рассказывать там, что это такое, что такое вообще SDE. Я сошлюсь на лекцию Вити Аганисяна, которая была где-то год назад. Вот. Значит, это random walk. И его решение, оно тоже выглядит очень просто. ZT при условии Z нулевое. Оно уже не детерминированное, но это нормальное распределение со средним Z0, там, где мы начинали, и дисперсией T. Вот. Чуть более сложный random walk выглядит так. Это DZT, тут тоже DW, но на какой-то коэффициент GT с чертой. Вот. И у такого SDE решение уже будет выглядеть следующим образом. Это нормальное распределение тоже со средним Z0. Но чтобы найти вот дисперсию, нужно проинтегрировать G с чертой в квадрате. Почему? Откуда это берется? Интуитивно это можно понимать так, что у нас просто бесконечное количество, бесконечно малых приращений, случайных величин, которые мы умножаем на GT. Вот. Так что, ну, дисперсия у нас суммируется в квадрате, так что здесь получается интеграл от G с в квадрате от нуля до T. Вот. Ну и собирая все вместе, простое SDE вот такого вида, оно называется ETA Drift Diffusion Process. Вот это DZT, у которого есть, собственно, Drift часть и Diffusion часть. Вот RT на DT плюс GT на DW. Ну и оно решается, у него уже средняя вот Z0 плюс интеграл от Drift части и дисперсия вот та же, что и у нас была вот здесь. То есть интеграл от G с в квадрате с чертой. Окей. Это простое, очень простое SDE, где нет никаких зависимости от X, нет никаких нелинейностей, все очень просто. Окей. Зачем, собственно, нам нужно такое простое SDE? Оно нам нужно за тем, что для него есть лемма и то. В чем оно заключается? В том, что если у нас есть, собственно, вот это вот SDE и то, и у нас есть дважды дифференцируемая функция F какая-то от Z, то есть у нас уравнение на Z и функция, которая от Z, вот, то, ну, какие будут маргинальные распределения, понятно. То есть чтобы найти маргинальные распределения, нам нужно просто вот взять вот это вот решение SDE и применить к нему функцию. То есть там она как-то сожмет, пережмет, растянет пространство и получится решение. Вот. Но мы помимо решения хотим еще найти SDE для этого уравнения, то есть SDE, которое будет описывать весь процесс. Вот. И чтобы найти SDE, ну, давайте, собственно, это сделаем. Вот то, что здесь написано, это скорее для того, чтобы обеспечить вас какой-то интуицией, а не просто показывать формулу. То есть это не строгое доказательство, не строгий вывод Леммы и то, но тем не менее. Значит, смотрите, мы хотим, здесь у нас было уравнение на ZT, и мы к ZT применяем функцию F. То есть мы хотим уравнение на dF от Z. Вот. Хорошо. Ну, давайте просто распишем по Тейлору d от F от Z. Что это будет? Это будет dF от Z по dt на dt плюс dF от Z по dz на dz плюс одна вторая, вторая производная по Z на dz. Ну, и там есть остальные члены, но мы их сейчас отбросим. Окей. Дальше. Смотрите, тут dt мы не будем трогать, а в dz, поскольку у нас есть dz, вот оно написано здесь, мы подставим. То есть вот сюда мы подставляем просто вот это выражение, вот оно в скобочках записано, а здесь у нас будет dz в квадрате, так что мы просто вот эту правую часть от SDE перемножим саму на себя. И у нас получится тут RT, я забыл черту, в квадрате на dt в квадрате плюс 2RTGT dtDW плюс GT с чертой в квадрате на DW в квадрате. Окей. Значит, вот эти вот все члены dt в квадрате, dt на DW мы их отбрасываем, а DW в квадрате оно превращается в dt, потому что у нас опять же как это бесконечно малое превращение, вот у него дисперсия получается dt, поэтому оно превращается в dt. Так что перегруппируем это все. Вот этот df по dt у нас остается здесь на месте, df по dz на R с чертой уходит сюда. И отсюда мы вытаскиваем вторую производную по z на gT в квадрате. И тут еще одна вторая. Вот получается вот этот элемент. И плюс из вот этой скобочки у нас появляется df по dz на gT с чертой на DW. Вот он здесь. Там вопрос какой-то? Вопрос. Да. Алло. Алло, я слушаю. Слышно меня, Горя? Ну, очень плохо вас слышно и очень тихо, но да, слышно. Очень тихо. Я говорю, как вы так ловко DW в квадрат заменили на dt? То есть это же верно, если мы от DW в квадрат мы от ожидания будем брать, тогда оно равняется dt. Да, да. Ну, как я сказал, это не строгий вывод. Вот, тут знаки равно нужно воспринимать очень условно. Но это просто свойство вот виндерского процесса. Сейчас, свойство виндерского процесса, что если мы мат-ожидание от DW в квадрат берем, то мы получаем dt. Соответственно, квадрат, он разве в dt переходит без мат-ожидания? Ну, по-честному нет, вот, но просто здесь мы можем, как бы, такую интуицию себе оставить, что вот DW у него дисперсия будет dt. Вот поэтому мы заменяем. Ну, это, да, это правда, это не совсем честно, вот, но это и не совсем честный вывод. Ну, хорошо, ладно, спасибо вам. Погодите, Григорий, а вот то, что вы тут всякие смешанные вторые производные повыкидывали, dz, dt, это почему? Ну, мы просто говорим, что они слишком малы, поэтому их можно отбросить. Как это малы, dz на dt, такие же квадратичные члены, как и dz квадрат? Да, это правда. Ну, смотри, ну только простое, мы оставляем дифференциалы по первому порядку, по t и по w, все остальное мы отбрасываем. Да, dt, dw, оно имеет малости, еще меньше, чем dt, поэтому мы это отбрасываем. То есть оно не такое же, как dt или dw само по себе. Ну, как-то, ну ладно, надо было квадратичные члены все писать, а потом что-то из них откидывать, чтобы показать, что, вот видите, этот меньше, этот больше. Очень странно, когда вы из квадратичных членов один из трех написали, а не кубический, а вот именно квадратичный, и он как бы, ой, где-то там порядка малости меньше. Да, окей, ну да, это все честно, это правда, но просто так все равно нельзя это выводить по-честному через Тейлора. Вот, поэтому, ну тут очень условно все это. Так, ну окей, давайте дальше. Тем не менее, вот лемма и то, да, хоть мы ее тут немножко кривовато выглядели, вот она дает вот такое SDE, то есть вот дф, дф, у него вот такое SDE, то есть вот такой вот коэффициент у дрифта терма и вот такой у диффузионного. Окей, значит, что мы хотим теперь с этим сделать? Давайте лему и то как-то попытаемся применить, чтобы решить уже вот такое вот линейное SDE. То есть от SDE совсем простого, которое у нас было вот здесь, от SDE и то, оно у нас будет отличаться тем, что здесь есть x уже. Вот, и мы хотим попробовать такую штуку решить. То есть что значит решить SDE? Это значит найти вот эти маргинальные распределения, то есть q от xt при условии x нулевая. Мы бы хотели это найти. Ну хорошо, значит, идея следующая. Давайте попробуем, возьмем какой-нибудь простой процесс ZT, который вот описывается SDE и то. Вот, и применим к нему какую-нибудь такую функцию f, чтобы получить вот такое SDE. Вот, и если мы это сделаем, то тогда получается у нас есть простой процесс на Z. Мы знаем решение этого процесса. Мы можем применить потом эту функцию f к решениям, решениям процесса Z и получить решение для процесса X. Вот, ну давайте это сделаем. Значит, SDE для Z у меня будет вот такое. DZ равно gt с чертой на dwt. То есть тут можно, конечно, было бы вставить и drifter, вот, но просто он потом обнулится и будет равен нулю, поэтому сразу я его изначально выкидываю. Вот, и функцию f. Вот, я выберу тоже простую. Это будет просто αT на ZT. Опять же, тут по-хорошему надо выбирать какую-то более сложную и потом находить, что она простая. Вот, но я просто уже знаю, что она достаточно такой простой. Вот, хорошо. Вот это мы сделали. Значит, у нас есть процесс Z, у нас есть функция f. Давайте применим лему и то. Значит, dx – это будет в данном случае наш df от Z. И вот здесь вот написано просто из-за формулы и то. Просто записано формула и то. Хорошо. Значит, поскольку я сразу взял здесь SDE без drift term, вот эта штука обнуляется. Поскольку я функцию f взял линейную, вот эта вот штука обнуляется. df по dt – это частная производная по t от функции f. Это альфа t, это производная альфа t на ZT. Поскольку она частная, мы не берем тут производную по ZT. Вот. Здесь у нас gt на df по dz. Ну, и это просто альфа t. Вот, альфа t здесь остается. Надо w. Вот, получили такое SDE. Хорошо. Значит, чего мы хотим теперь? Мы хотим, чтобы вот это SDE, которое у нас получилось по формуле и то, оно соответствовало SDE, которое у нас было изначально, которое мы хотим решить. Вот. Значит, какие у нас есть неизвестные? RT и GT мы знаем. Это, ну, они есть в нашем SDE, мы его хотим решать. Вот. Чего мы не знаем? Мы не знаем, что это за gt с чертой такая, и мы не знаем, что это за альфа t. Вот эти коэффициенты нам неизвестны. Давайте попробуем их найти. Вот. Как мы будем их искать? Ну, поскольку у нас тут два SDE, мы хотим, чтобы одно равняло второму, мы просто поэлементно можем записать равенство. То есть мы хотим, чтобы здесь drift term соответствовал вот этому drift term, а diffusion term соответствовал вот этому diffusion term. Ну, и из этого найдем эти gt с чертой и альфа t. Прошу прощения. А можно уточнить, вот формула 9 откуда у нас взялась? Формула 9, ну, она взялась неоткуда. То есть мы просто говорим, что вот мы до этого обсудили, что там есть какие-то простые SDE, которые, ну, понятно, как решать. Да, в простом там не было вот этого xt, да? Да-да-да. В этом вся и суть. То есть вот это какое-то более сложное SDE. Ну, хорошо. И мы хотим его решить. Дальше, может быть, понятнее. Спасибо. Угу. Окей. А еще в догонку тоже вопрос. А куда действительно делся в 13-й формуле df по dz? Вот этот вот? Да. Он же... Сейчас это кто-то, альфа должен быть? Ну, альфа r? Этот df по dz, это просто альфа t у нас здесь. Да. Вот, а вот этот rt с чертой у нас его нет. То есть мы выбрали такой простой процесс для z, у которого вообще нет дрифтера. Он просто нулю равен. Просто нулю равен. Да. Угу. Он равен нулю. Хорошо. Так, ну и получили вот это SDE. Ну, вот давайте матчить вот это SDE и вот это SDE. Значит, начнем с дрифтерма. Значит, у нас там получилось из формулы и то альфа t, а производная по альфа t на zt равняется rt на xt. Окей. rt на xt это из того SDE, которое мы хотим решать. Ну, давайте, значит, подставим в xt по формуле f. Это будет альфа t на zt, zt уйдут, альфа t мы переносим в левую часть и применяем лог-дериватив-трик, получаем обратный. Получаем как раз d лог альфа t по dt. Это наш rt. Это вот мы нашли связь в одну сторону, но мы хотим найти выражение для альфа t. Ну и для альфа t это будет экспонента от тогда интеграла от нуля до t на rs ds. Тут по-хорошему еще должна ставить константа, но она нулевая, поэтому я сразу ее выкинул. Вот. Это мы нашли альфа t. Еще раз, да. У нас rt это коэффициент в SDE, альфа t задает функцию связи процесса z с процессом x. Вот. И вот мы только что ее нашли. Теперь найдем gt с чертой. Значит, тут у нас gt альфа t с чертой, тут просто gt. Ну, соответственно, связь тут простая. gt с чертой альфа t равно gt. Значит, gt с чертой это gt на альфа t в минус первый. Окей, мы нашли эту связь. Давайте теперь это все соберем вместе. Значит, еще раз. SDE, которое мы хотим решить. Вот что нашлось в интернете. Прошу прощения. SDE, которое мы хотим решить. Коэффициенты у него известны, решение неизвестно. Функция f, которую мы задали, она… Ну, это простая функция. xt равно альфа t на zt. И альфа t мы вот нашли. Это вот такое выражение. Окей. SDE для процесса z у нас, опять же, простое. Через gt с чертой, просто такой рэндом-бок. Окей. Решение этого SDE, опять же, выглядит просто. Это среднее z нулевое, дисперсия, вот такой вот интеграл. Окей. И gt с чертой мы тоже нашли. Это gt на альфа t в минус первый. Окей. Теперь, чтобы найти решение, собственно, этого SDE, поскольку мы применяем просто функцию f к процессу x, получается, применением функции f к процессу z. Так что давайте просто к решению применим функцию f. Ну и несложно тут видеть, что у нас просто получится вот такое нормальное распределение. То есть z нулевое мы домножаем на альфа t, а у нас получается матожидание альфа t на x нулевое. Вот. Ну, здесь чуть-чуть сложнее, потому что мы в gs чертой должны подставить вот это вот выражение и снаружи потом еще домножить на альфа. Ну, поэтому получается вот такой чуть менее приятный интеграл. Альфа t в квадрат на интеграл от нуля до t. Альфа s в минус второй на gs в квадрате на ds. Ну, как получилось. Вот. Но, тем не менее, мы решили стокхастическое дифференциальное уравнение. То есть вот нам кто-то сказал, что вот тебе сток дифур, у него вот такие вот коэффициенты, такой вот вид. И мы нашли решение. То есть мы знаем, что xt в какой-то момент времени t при условии x нулевое он будет распределен нормально с каким-то средним и какой-то дисперсией. Вот. Какое среднее альфа, еще раз, мы знаем вот отсюда. Окей. Все ли тут понятно? Окей. Хорошо. Смотрите, это мы решили в одну сторону. То есть нам дали сток дифур, мы получили решение этого сток дифура. Хорошо. Давайте попробуем наоборот. Давайте вот скажем, что мы хотим… Аудитория, вам еще вопрос от 5.3.7 дополнительный. 5.3.7? Что такое 5.3.7? Аудитория! 5.3.7 – это то, когда мы сидим и вас слушаем. Понятно. Пытаемся любого микрофона использовать. Здравствуйте. Значит, Формула-26 – это не то же самое, что Формула Феймана-Катца? Формула Феймана-Катца. Я не помню. Вот такой честный ответ. Но я тоже не помню. Просто что-то вот похоже на какие-то интегралы многочисленные. Ну ладно. Наверное. Я просто не помню, что там точно стоит. Можно? Ладно, я сейчас… Нет, ладно, давайте я не буду все-таки сейчас смотреть. Я потом… Окей. Так, хорошо, еще раз. То есть нам дали 100 дефур, мы нашли его решение. Давайте теперь наоборот. Давайте вот скажем, что мы хотим маргинальное распределение вот какие-то такие, то есть со средним альфа-тх0 и какой-то дисперсией сигма-тф-квадрат. Окей. Давайте теперь попробуем построить сток дефур, который придет нам вот в это распределение. Окей. То есть, ну, спойлер, он будет выглядеть вот так, но мы не знаем здесь RT и GT. Вот. Что это такое? Это вопрос. Вот. Ну, давайте их просто найдем. Значит, поскольку мы знаем связь как бы в обратную сторону, да, и мы нашли вот это соотношение, то отсюда же просто обратно можно найти, что RT – это D log альфа-т по DT. Вот. Дальше. Теперь давайте найдем GT. Значит, мы знаем, что вот у такого дифура, если у него тут есть какие-то RT и GT, то у него будет дисперсия вот такая вот. Ну, вот этот вот интеграл. Альфа-т-квадрат на вот этот интеграл альфа-s минус второй на gs в квадрате. Хорошо. Но мы хотим, чтобы это было равно сигма-t в квадрате. Окей. Ну, давайте просто это решим. Значит, перенесем альфа-t в квадрате в правую часть. Это будет альфа-t в минус второй. Хорошо. Теперь давайте на это просто внимательно посмотрим. Чего мы хотим от gs в квадрате? От gs в квадрате мы хотим, чтобы оно как бы каждый раз, в каждый момент времени, во-первых, убивало вот это вот альфа-s в минус второй. Во-вторых, чтобы это все должно поскольку интегрироваться вот в эту штуку, то, ну, значит, в каждый момент времени gs в квадрате, оно должно помимо того, чтобы убивать вот эту альфу, должно быть равно производной вот этой штуке по времени. Ну, давайте так и запишем. То есть gt в квадрате, тут просто s на t сразу ее поменял. Это альфа-s в квадрате, чтобы убивать вот эту альфу s в минус второй на производную вот того, что у нас стоит в правой части. Хорошо. Вот. Ну, значит, альфа-s в квадрате у нас остается. Здесь просто берем производную. Это вот альфа-t в минус второй остается производной сигма-t в квадрате. Здесь производная альфа-t в минус второй на сигма-t. Значит, производная альфа-t в минус второй, поскольку у нас альфа t это вот такая экспонента, вот интеграла, значит у нас будет производное выражение под экспонентой, это выражение под экспонентой на производную выражение. Значит у нас получится просто здесь снова вот здесь вот, у нас получится альфа t в минус 2, а производное выражение под экспоненты вот этого интеграла это просто rt на sigma t и вот это все остальное остается значит здесь альфа s тут-то должно быть альфа t прошу прощения в общем вот эти альфа не уничтожаются и остается у нас d sigma d sigma t в квадрате по dt минус 2 rt на sigma t в квадрате вот то есть это важный результат как бы в другую сторону нам кто-то дал sd нам кто-то сначала мы сначала нам кто-то дал sd мы нашли решение учились его решать потом нам кто-то дал как бы решение сказал сказали куда мы хотим приходить и мы построили sd которые приходят в это решение вот собственно у dd пема ну вот коэффициенты находятся именно так то есть вот у dd пема если мы там хотим какую-то альфа t sigma t то вот это способ это как находятся эти коэффициенты для sd и dd пема вот вот так вот и вот так вот окей ну это все для одномерного случая я сейчас рассказывал для многомерного случая все выводится абсолютно также вот там просто возник больше с тем что нужно аккуратно матрицы перемножать вот так что я просто покажу здесь результат который получается получается следующее что если у нас есть какой-то sdm с коэффициентами rt и gt но на этот раз это уже матрица вот и у него будет решение решение вот такое xt при условии x нулевое это альфа а это от x нулевое на сигма t вот и связь коэффициентом здесь будет такая ё-моё так у меня тут пропала кусочек слайда поэтому я сейчас ручками допишу значит rt равняется производная альфа t на альфа t в минус 1 gt на gt транспонированная это вот такая вот штука она не очень приятная не очень приятно выглядит вот но она абсолютно аналогично тому что у нас было здесь вот это значит связь в одну сторону если он нам данного решения и мы хотим найти коэффициенты а в обратную сторону там связь будет такая что альфа а т равняется тоже экспоненте интеграла 0 до т от rsds вот это как найти матрицу а и коэффициент и сигма сигма-т там будет связь да а сейчас прошу прощения это от сегма-т сигма-т с точкой минус рт сигма-т минус сигма-т на рт транспонировано и это все будет gt на gt транспонированная я тут все вообще напутал потому что должно быть вот так сигма-т да да вот такая должна быть связь очень кривой последний слайд прошу прощения я видимо последний раз когда скачивал презентацию не перекомпилировать вот но ну да связь вот такая вот то есть если мы нам даны коэффициенты r и g то мы можем найти решение сток дифур а у нас матрица а будет вот такая сигма-т будет вот такая если нам наоборот дано решение и мы хотим найти сток дифур то вот у него коэффициенты будут ищутся вот так вот вот и нас как раз интересует обычно второй вариант потому что он позволяет делать более сложные диффузии но линейные то есть если мы хотим построить такую диффузию чтобы у нас прямой процесс был вот такой вот то ну вот это способ как из диффузии из просто знания того какие мы хотим маргинальное распределение построить сток дифур и соответственно марковский процесс то есть поскольку у нас есть сток дифур у нас уже есть прямой марковский процесс вот и этот прямой марковский процесс можно ничего не придумывая теми же механизмами что и в ddpm обратить и получить обратный процесс да наконец-то меня слышать прям приятно то есть я правильно понимаю что благодаря этому можно управлять тем что в первую очередь уничтожается в диффузии а что последнюю очередь уничтожается да все так то есть если вот там допустим есть некоторые сущности мы хотим чтобы одна уничтожалась быстрее другая позже и мы эти сущности можем выразить в виде линейной комбинации вот исходного объекта вот нас тут же получается возможность так адресно управлять уничтожением контента да да это как раз ну такой довольно простой вариант когда мы переходим как раз вот в какой-то другой базис и там у нас просто линейная какая линейная диффузия в смысле одномерно она распадается на там диагональной операции но у нас может базис там тоже как-то видоизменяться с течением времени и тогда вот как раз нам нужны более более сложные такие выражения спасибо еще вопросы ну в общем да у меня все если кому то интересно можно попробовать взять как ну поскольку там была работа про блюринг и потом пришли люди сказали о смотрите мы можем в блюринг добавить шум как бы совместить это и получить такой новый процесс который показывает лучшие результаты и у авторов получились результаты даже лучше чем просто у ddpm а вот то можно взять попробовать взять какие-нибудь другие прямые детерминированные процессы и скол диффузии и попробовать к ним применить вот эту всю теорию и тоже совместить с шумом и получить вот что-то что-то еще получить не придумывая всяких костылей по ходу дела последняя да на правах рекламы у нас погодите погодите прежде чем начнете рекламы заниматься если все-таки вот про блюринг говорим да то есть если применить вот эту парадигму я правильно понимаю что там дисперсия будет во время все-таки увеличиваться они константы сохранятся как в исходной статье по эндерс хит дисепейшн было мнение у нас будет все сохраняться это все честно вот мы можем здесь поставить все что угодно можем поставить здесь вот эту мы можем сказать что давайте вот это вот сигма т она будет равно вот сигма независимая от времени и пожалуйста тоже получится и мы выписываем тут же соответствующий стол диффор который нам позволяет перейти к майкловской цепочке вот собственно вот я выписал случай для для блюринга что здесь ну здесь букву какая да да это вот эта буква д где она используется вот следующая водова то есть у нас есть какой-то константный шум все время который там в смысле одной и той же амплитуды и мы можем выписать соответствующий тот же sd и и собственно он совпадает вот с тема sd и который во второй статье был на это он и есть просто вот это более общее такое обобщение ну что круто то есть если да три статьи которые в общем объединены вот одной темы и каждое последующее можно рассматривать как логическое продолжение предыдущих красиво ну давайте рекламу до рекламу у нас есть часик в телеграме про диффузные модели мы туда скидываем кто что находит новые статьи которые выходят так что если вам интересны диффузные модели вы хотите там быть в курсе что происходит вот пожалуйста типа обучи свою и мы вам обучим еще две нет нет пока нет а в чем как бы ну можно можно быть в курсе что происходит в мире с диффузными моделями совершенно безвозно но что да то есть да что немаловажно в наши тяжелые времена коллеги есть ли еще вопросы так просят ссылку сюда скинуть в чат сейчас я вот что уж в этот в телеграм-чат семинара в телеграм-чат депозионов все большое спасибо за такой шикарный обзор конечно много выкладок тяжело когда выкладки идут на разных слайдах то есть невозможно всю картинку в целом но вроде так все более-менее понятно во всяком случае все идеи ясны но остается надеяться что мы сейчас что-нибудь тоже крутое забацаем со старшим сегодня надеюсь первые придут результаты от андрея прогулял за что получит отдельно все коллеги большое спасибо увидимся через неделю докладчиком будет серёжа трошин пока до свидания и в и и Продолжение следует...